Позор мне! Позор мне, друзья! Как, блин, я мог пропустить игру во вселенной портала? Как я мог пропустить игру от Valve, которая называется Aperture Desk Job? Это небольшая мини-игра, которую я, блин, пропустил. Как так? Но я намерен исправить этот косяк прямо сейчас. И сейчас мы вместе с вами в нее поиграем. Обещает много лулзов эта игра. Что ж, приступаем. Где мой геймпад? Где мой геймпад? Мой геймпад у меня в руках. Понеслась! Говорят, эта игра оптимизирована для Steam Deck'а. У меня нет этого устройства. Добро пожаловать в центр компетенции Aperture Science для наших самых одаренных сотрудников. Меня зовут Кейв Джонсон. Если вы слышите это обращение, вы уникальны. Нет, не стесняйтесь, это правда. Не нужно ложной скромности. Приступим. О, да. Понеслась. Снова в лабораторию, как я обожаю игру Портал. Взгляните на трубы, простирающиеся вдаль. Взгляните. Каждая доставляет что-то важное гению, который навсегда изменит этот мир. Такому же гению, как вы. Как вы измените этот мир? Что ж, это зависит от вас? Сегодня вы пойдете в историю. Не подведите нас. И под нами, я имею в виду всех нас. Все человечество. Нифига я такой важный. Опа, курица! Так что поздравляем. Вы отправляетесь в величайшее научное приключение, в величайшую на земле компанию прикладных наук. Это важнейшая работа. И для нее необходим именно ваш гений. Господь дал вам эти таланты. А я даю вам возможность их применить. Что ж, вот и ваша лаборатория. Не буду скрывать, все руководство взволновано. Как при посадке на Луну. Ньютон, Эйнштейн, теперь вы. Так, минуту, что-то здесь не так. Кажется, я включил не только ассист. Удачи, самый лучший ученый. Так, сейчас. Ты в комбинезоне. За работу. А то уволят. Комбинезоны больше не выдают. О-о-о. Так вот, меня зовут Грейди. Можешь так меня называть. В общем, давай познакомимся попозже. Тебе уже давно пора бы... И сейчас не удивлен, что тебя еще не уволили. Так вот, ты у нас инспектор по контролю качества. Качество. Перед тобой твой пульт контроля. Ты будешь проверять... Ого, не указано. Так вот, по конвейеру будет что-то проезжать, что бы то ни было, убедись, что она работает. Когда сделаешь это, продолжай делать это же. Вот и вся работа. Так вот, не забывай, самое важное – получать удовольствие. В свободное время не на рабочем месте. Но в целом здесь... Здесь очень плохо. Ничего. Ничего с тобой не случится. Удачи. Ничего со мной не случится, да. Вот и дело, в моей жизни ничего с тобой не случится, потому что я работаю на этой ужасной работе. Итак, X, Y, B, A. Ага, туда. Туда-сюда, туда-сюда. Все крутится и вертится. Все работает как надо. Отлично. Мы уже проверяем что-то? Я что за фигня с огромными насекомыми? Я так и не понял. Опа, смотрите. Унитаз приехал. Нам нужно его протестировать. Какой-то странный унитаз с какими-то... трубами. Как будто бы они не нужны здесь. Ну, ладно. Возможно, это космический унитаз? Наверняка это космический унитаз для полета на Марс. Итак. Все? О! Звук из Half-Life. А что дальше? Ладно, давай следующее. Y. О! Мы проверяем давление. Насколько огромная жопа может высидеть на этом унитазе? И там был... Там... Видели? Метр зашкаливал. Жопа метр. Не знаю. Так. Хорошо брызжет по всем нашим промежностям. И... Идеально смывает говно по трубам. Пройдено. Погодите. Опять унитаз? С этим унитазом, скорее всего, будет что-то не так. Что там за патроны? Огромное количество амуниции. И я так и не понял, что за прикол с огромными животными, курицами. То есть, помимо портальных технологий, в Aperture вообще все что угодно делают. Лишь бы что-нибудь инновационное придумать. Посмотрите, как много патронов. Короче, да. Наверняка большая часть финансирования получают именно продавая военную технику и военные патроны. Хорошо, с этим унитазом что не так? Вода в него прекрасно наливается. Как я вижу, он даже не протекает нигде. Можете не волноваться. Ваше... Ваше дерьмо будет в сохранности. Поплывет по трубам. Посмотрите, какую жопу он выдерживает. Огромную. Умница. Ну тогда в чем же проблема? И водичку хорошо пускает. Их смывает водичку. Ну это прекрасный туалет. А следующий туалет... Мы производим в Aperture самые качественные унитазы на Земле. Космические унитазы. Заметьте. Космические, но судя по окрасу, военные. Военные космические унитазы. Когда будут войны в космосе, наши унитазы именно спасут военных, которые будут ими пользоваться. Я не знаю. Стоп. Зараз, так и знал. Я не включил звук. Подожди. Чик-пук-пук. Вот как надо проверять унитаз. Надеюсь, вы все запомнили. Потому что... Не повторяю... Не буду повторять важно. Слушайте, это же не ракеты строить. И даже не туалеты. Вот что... Если она загорится, вы уволены. Ох, ладно. Отлично. Самое важное ты знаешь. Погоди, погоди, секунду. Они все дымились? Знаешь что? В наши обязанности не входит проверять, не загорелся ли унитаз. Так? Просто делай свою работу, как обычно. Спускай его по конвейеру, а там это уже не наша проблема. Погоди, я же должен качество проверить его. Давайте сразу потушим. Думаешь, тебе не повезло с работой? В общем... Да. Не повезло. Спасибо. Это... Худшая работа. Гораздо хуже моей. Спасибо. Спасибо. Не то чтобы я хотел сказать, что мы тут соревнуемся. Смотрите, но он выдерживает так же все. Но моя работинка тоже не сахар. Моя задача уволить тебя, если ты не справишься со своей задачей. Сплошной стресс. Спасибо. Я понял. В общем, ладно. Уволить тебя, задача увольнити... Увольнити лапочки. Моя задача слушаться увольнительной лампочкой. Понятно? В общем, меня никто не спрашивает. Это увольнительная лампочка. Ты это слышишь? Подожди, дай-ка я взгляну. Осторожнее, осторожнее. Там что-то не так. Он не льет водичкой. Ага, продолжи тестировать. Кажется, что там что-то заклинило. Сейчас мы это прорвем. Вау! Можешь меня вытащить отсюда, пожалуйста? Спасибо. А как? Как я это сделаю? Только если водить... Смыть? А как? Нет. Теперь я просто мокрый. Но тем не менее, лампочка-то работает. Я сделан из металла. В общем, ты будто поливаешь меня кислотой. Но ты не чувствуешь боль. Не-не-не, ты просто заталкиваешь меня глубже. Ну погоди, нам нужно... Вот, вот, получается, получается, да, да, да. О! О, нет. Хотите смывать ваши экскременты пулями? Тестируй, избавляйся от него. Избавимся от него, окей, хорошо. О, блин, нет! Стой, 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 стой! О, боже мой. Итак, скажу сразу, кажется, у нас серьезные проблемы. А еще, кажется, мы будем богаты, потому что у тебя получилось что-то изобрести. Ладно, вот что мы сделаем. Я все доработаю тайне. А ты просто притворись, что работаешь... Работаешь по рукам. И ты уже постарайся как следует. В общем, просто притворяйся, как никогда не... А знаешь, просто возвращайся за работу. Да, так нормально. Я вернусь. Тут иногда субтитры, вот они резко появляются, вверх толкаются нижними субтитрами. Ты такой начинаешь сбиваться, и все. Крыша летит. Окей, мы изобрели военные, как я и сказал, унитазы. О, это музыка. Ах ты, проклятый гигантский богомол! Увольнительная лампочка играется. Прошло шесть месяцев. Мы все еще... Я думаю, мы будем разные предметы, одни сортиры военные. Привет, я вернулся. Да, вернулся. Скажу сразу, ты отлично притворяешься, что калибруешь эти унитазы. Лучше всех. Ну что, приступим? Предоставляю... Обычный таз без труб. Нажми, просто нажми кнопку, представляю... Твоему вниманию турель. Давай, проверь ее. Как я должен ее проверить? А, сейчас. Уи-уи-уи-уи-уи-уи. О, я еще не покатал тебе самое лучшее. Вот что самое лучшее. Ты знаешь, что... Короче... Погодите. Ну, вы прочитали, надеюсь. Стреляю еще. Не беспокойся, это безопасно теперь. Теперь это безопасно. А в прошлый раз было опасно. Смертельно опасно. Хорошо. Оп-оп-оп. А-а-а! Ё-моё, блин, это было нечто. А, турель сломалась. А ведь она была всего одна... Смотрите, до вилки жопная упала. Но ты не беспокойся, потому что вот над чем я на самом деле работал. Та-дам! Представляю модель номер два. Вот на что я потратил почти шесть месяцев. Один на первый турель, остальные на эту бестию. Ё-моё, ну сфоткай меня с этой штукой. В пульт управления должна быть встроена камера. Эм... F12 скриншот. Отлично. Момент запечатлен. Для учебников истории. Какой амбициозный робот. А теперь самое интересное. Ты испробуй эту штуку в деле. Сейчас давай разверну. Что-то там упало. Надо будет все изложить в деталях. Но думаю, ты разберешь. Давай запустим все одновременно и посмотрим, что будет. А-а-а! Мы разнесем весь склад. А что делаешь? Оу! Какие-то ракеты пускаем. Офигеть это боевой сортир. Он недоволен. Он недоволен, что его не используют под назначение. Я не проснет, чтобы меня создавали. Весь мир будет гореть. Готов поспорить дело в клее. Теперь я уверен, что на этом 99%. Помню, смотрю на него и думаю такое. Может все-таки не жмотиться и еще копеечку потратить? И вот тебе на... Оу. Да. Надо было больше изолент. О, блин. О, нет, 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 нет. Я надеюсь, увольнительная лампочка просто лопнула уже. И больше нас не смогут уволить А тут есть другой левел Более прибранный Ого, это в общем Какие-то штуки, которые я установил Толком не работали Почти все где-то 90% или Больше Некоторые из них работали отлично Так что все, что от нас требуется Оставить лучше, и тогда можем Так Что ж А вот полиция В общем, один из нас должен закончить Работу над турелью, так? А другому придется взять на себя Ответственность за обстрел склада Потому что Сам понимаешь, тут много разрушений И это так не оставят Чем ты хочешь заняться? Что если я отремонтирую турель, а ты Ага, я возьмусь за это Помни, если кто-то спросит про меня То ты меня не знаешь, лады? Ни слова Прошло еще Три года Богомолы уже изобрели Разумное общество Цивилизованное Вот это наука, ребят Вот это настоящая наука Короче Лаборатория Аперчер Вообще В нее можно все, что угодно Впендюрить Можно целый сериал сделать Привет То есть, вау Да, ты супер Спасибо Надо же не проболтаться За весь свой срок А, я же в тюрьме Прошло 18 месяцев Сидеть, конечно, пришлось Дольше, чем мы с тобой ожидали Не знаю, что было в тех ящиках Которые мы взорвали Ну Все разожрились Как бы там ни было, я обещаю Ты не пожалеешь об этом Так что давайте его вытащим Учитывая, что правонарушитель Добросовестно соблюдал правила учреждения Он получает досрочное освобождение Под надзор Есть Распишите за свое имущество Имущество заключенного Составляет пульт контроля Одна штука Заключенный должен назвать свое имя Написать свое имя Затем расписаться После звукового сигнала Назовите свое имя В пульт контроля Евгений Юджин Имя заключенного сохранено В личном деле как Евгений Юджин Как здорово Такого еще не слышу никогда Продолжаем Напечатайте свое имя Используйте клавиатуру для Напечати Я должен прям Извините Напишите свое имя Где писать? А, нажмем Продолжаем Поставьте свою подпись Я же не напечатал Нормально Я всегда нервничаю Когда нужно подписываться Согласно условиям Досрочного освобождения Условно освобожденный И пульт контроля Обязуется предоставлять отчет В течение 15 Послушай, не обращай внимания Не запаривайся На тему отчетов Для инспектора ПО УДО Угадай, кто потратил Последние 18 месяцев Пытаясь получить Лицензию инспектора ПО Да, это я Все так Я твой инспектор ПО Конечно, не только твой Я веду дела Семи условно освобожденных И все они, считай, Снова влились в общество Ну, кроме Тони У него небольшие проблемы Короче, я не только этим занимался Я хочу кое-что тебе показать Пошли отсюда И справиться никогда не поздно Вы двое можете И текст Они специально нашли Прям женщину такую Которая будет Таким мерзким голосом Вахтерским Говорить Напишите свое имя Блин, это очень крутая игра Итак, я модернизировал Турель Пока тебя не было Знакомься Модель 3 Та-дам Я избавился от всего Что отвалилось И оставил то, что работает На самом деле В ней было слишком много Инженерных излишеств Так что Сейчас она выполняет Единственную функцию Стреляет Водой в задницу После того, как вы Сходили в туалет Эх Я-то нашел приборы Протестирую я на них Они просто валялись В отделе исследования Бытовой техники В запертой комнате Ладно Итак Оооо Хорошо стреляет Хорошо Извините, у меня нет времени Читать субтитры Читайте их сами Окей Да, давай сделаем Татуировочки У меня это практика Делание татух Допустим Чего-то имени Имени возлюбленной Кажется не очень хорошая затея Я не особо Поддерживаю эту тему Опа Ну что ж Мы постреляли Это было Было так классно Кстати о классном Я хочу показать тебе Что-то еще круче Управление с помощью гироскопа Уууу Все легко Просто подними пульт контроля Понаклоняй его Чтобы прицелиться И держи большой палец На правом стике Правый триггер Для стрельбы Как обычно А что? Все легко Просто подними Как? Погай У меня не работает Эта штука С гироскопом Ну ладно Я просто буду стрелять Окей Так А тут дают очки За попадание В сложные мишени Например Вот это тост Ай Тихо Как трудно стрелять джойстиком Ненавидел сюда это А? У меня получается Я продвигаюсь Все? Итак Все в лучшем виде Эта штука Идеальна Дело в шляпе Что ж, самое лучшее я оставил напоследок. Во время твоей отсидки я договорился о презентации Турели Кейва Джонсону. Да-да, самому владельцу компании. Не хочу добить, но если ему понравится Турель, то мы разбогатеем. Это неприличие. Приготовься. Погнали. Уже, уже, уже. Слушайте, я думал, мы реально будем инспектировать разные приборы. Смотрите, смотрите. Офигеть, богомолы быстро развиваются. Гораздо быстрее людей. Богомолы разумнее. Они даже не верующие. Понимаете? Даже им настолько... У них настолько интеллект развит, что им даже не нужно изобретать религию для себя. Хотя они богомолы. Странно, да? Вот это ирония. Ты на что потратишь свою часть денег? Я знаю, что буду делать я. Возвращать деньги, которые взял в долг для создания Татурели. Тут же выплачу долг. Иначе, ох, у меня будут большие проблемы. Плюс проценты. Их тоже придется выплатить. Эх, в голове не укладывается, что сумма процентов больше, чем я изначально взял в долг. Это не очень. Странно. Кто-то перехватил управление. Подожди-ка. Давай, подумай, подумай, подумай. Покрути. Кто это? Стиралка! Я знал, что это ты! Это один из приборов, который я стащил из отдела вот этой техники. О, ёшеньки! У него оружие! Стреляем! Нет, блин, как же нашу Турель разорвать силу, да? Хорошо, что я приходил с собой парочку запасных. Нет! Отбиваемся от стиралок. Я знал это! Это отдел бы техники. Откуда они проведали от Туреля? Немыслимо. Они украли нашу идею и сейчас нас убьют. Техника, блин. Я не дам технике победить! Пошла в жопу! Где-то там еще микроволновка на меня ополчилась, наверное. Стиралка! Передай привет пасану Мойке! Ух, мы выжили. Оп! Я правда думаю, что они не остановятся. Никогда. Спасаемся, спасаемся! О-о-о! Держи еще одну Турель! У меня их еще не так много осталось. Возможно... А, погодите! Кто-кто посмертный? Олень! Это привет мне! А, дело бы техники, блин. Ты в это веришь? Я тебя на куски... Да что мы вообще сделали им? Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па! Вот это эпик! Вот это эпическая игра! О, погодите! Не дать стрелять! Не дать победить! Ух! Живо! Что? Стреляем в кнопку? Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Сейчас они сами себя перестреляют! Отличная работа! Мне удалось починить лифт, но от Кейва нас отделяют 80 этажей. Мы не переживем 80 засад. У пульта контроля должны быть кнопки на внутренней стороне. Они запускают встроенный пульт ракеты-ускорители. Теперь их устанавливают везде по умолчанию. Итак, если ты нажмишь все кнопки разом, мы мигом пролетим 80 этажей и окажемся на ковре у Кейва. Самого Кейва увидим. Неужели? Неужели это не подстава? А все кнопки сразу? Автоматическая система управления запуском. Пульта контроля понеслась. Запуск через... 10, 9, 8, 7, 6... Передняя панель переведена в режим полета. 3, 2, 1... Давай! Поехали! Уи! А богомолы тем временем уже сами стали богами. Это офис Кейва. Ладно, отличная работа. Хорошо стреляешь. Думаю, теперь все окей. Наверное, они сдались. Я бы на их месте уже сдался. Фух, хорошо. Пойдем покажем эту штуковину Кейву. Кстати, мне нужно тебе кое о чем признаться. Я не договаривался о встрече с Кейвом. И я соврал. Но оказалось, я не знал этого. Оказалось, что его уже много лет никто не видел. Я уже знал об этом, когда врал тебе про презентацию. Но это была довольно новая информация. В общем, тебе я больше врать не буду. Может, он стал миллионером-затворником? В общем, приготовься. Боже мой, предательство. Человеческие потребности никто не отменял. А я человек? Здравствуйте. Мистер Джонсон. Это огромная голова Кейва. Что? Давай просто зайдем. Мистер Джонсон, вы тут? Как будто это настоящая голова. Привет. Это я. Кейв Джонсон. О, боже. Нет, нет. Не за гигантской головой. Я и есть гигантская голова. Сразу объясню. Несколько лет назад я серьезно заболел. Собрал все диагнозы. Не было никаких шансов. Я спутил на это все, что было. Сказал тем умникам. Эй, умники. Хочу жить вечно. Так вот, я знаю, вы думаете, у вас были под рукой самые умные инженеры на планете и все деньги мира. И это все, что получилось? Гигантская башка? Хе-хе. Нет, вообще-то мимо. Они разобрались, как перенести мое сознание в компьютер. Именно он и находится в гигантской башке. Сначала планировали поместить меня в компьютер размером с обычный мозг. Затем мы добавили бы тело робота и вуаля. Что ж, оказалось, человеческое сознание не влезает в такой маленький компьютер. Все, что я мог делать, это сообщать время и помнить свое имя. Так что они сделали его больше. И еще больше. Таким большим, чтобы утрамбовать меня туда все уголки моего сознания. Что случилось с моим телом робота? Оно где-то под головой раздавленное. Не выдержало веса. Так вот, эти умники закинули меня в большую башку, включили и... Не знаю, я запаниковал. Убил парочку. Сказал, что убью остальных, если вернуться. Честно, я жалею об этом сейчас. Это было 4 года назад. С тех пор пытаюсь привлечь хоть что-нибудь внимание. Офигеть. Что бы дотащили досюда задницы и прервали мои страдания. Не надо меня жалеть. Я живу полной жизнью. Но с меня хватит. Не терпится узнать, что по ту сторону. Черт, я мечтаю об этом. Даже не думайте об этом как самоубийстве. Я прошу вас выпустить меня из этой тюрьмы. Я лишь набор данных. Нужно расколоть эту здоровенную глиняную башку, чтобы я слился со вселенной. Так, умники. Чем пришли? Я... Вам повезло. Мы как раз пришли с новым нашим изобретением. Отлично, давайте. Покажи ему партнер. Блин, мы на питчинге у Кейва. Ну, я жду. Слушай, я понимаю. Стрелять в босса немного странно, но он как раз этого и хочет. Ну, погодите. Вы покажете мне что-то или как? Погодите, но я же думал, что мы должны сначала назначить цену какую-то. Ладно, давайте. Не знаю, что там у тебя, моральная дилемма или как, но, слушай, да, он наш босс, и в любой другой ситуации мы бы не стали в него стрелять, но сейчас он, наоборот, только злится за то, что мы в него не стреляем. Я стою тут и жду, когда вы меня впечатлите. О, это сработает? Честно, я думал, что вы двое психопритащивших унитаз. Но вы гений. Он назвал нас гениями. Но она не ломается. А, ломается. Че, как, нормуль? Кейв. Надо сначала попросить цену на патент. Сынок, эта штука полностью сделана из глины. Оно доста... Одно сплошное... Окей. Ща мы тебя разломаем. Нет! Что? Вы металлический, сэр. И прострелите металл. Эм... Так... Рикошетит, получается? Я внутри головы, мне не видно. Все работает, сэр. Получается... Мне так кажется, что... Мне так не кажется, но вы же умники. Не вижу результата. Продолжай стрелять. По крайней мере, стрельба его радует. О, боже мой. Смотри, видишь? Думаю, это его источник питания. Последний выстрел. Что думаешь? Что? Уф, наконец-то. Выключилось. Здравствуй, загробный мир. Адам вам двоим должное. Это просто чертовски классное изобретение. У вас получилось. Вы смогли прекратить мои страдания. Ну вот. Страдания прекращаются через две... Три... Две... Испустил дух. Мистер Джонсон, Кейв, сэр, как вы нам денег дадите теперь? Резервное питание активировано, твою мать! Эх, вы оба уволены. Сдайте свои бейджики, просто положите их перед головой. Но подальше от подбородка, а то я не смогу их увидеть. О-о-ой. Черт! Они могли закончить игру, да? То, что у нас не получилось, включилось резервное питание. Он такой, ну, вы уволены. И конец, это было бы офигительно. Знаешь что? Я тут только что понял. Единственный человек, знавший, что Кейв Джонсон просил нас его убить, и теперь мертв. Эх, да. Ты знаешь, какое наказание за убийство? Нам рассказывали на курсах инспекторов по УДО. Твоя жизнь, вся твоя жизнь в тюрьме. Нам нужно... Да, нам нужно уйти. Не трогай ничего. И пульт контроля не забудь. Я взял его. Он у меня. Богомолы разрушили... А. Мы разрушили цивилизацию богомолов. Кейвом Джонсоном. Месяцы спустя. Надо было просто заниматься своим делом. Доброе утро, Чарли. Это я. Гэри. Гэри, твой босс. Продолжай тестировать унитазы. Хорошая работа. Все хорошо. Хорошо. Эй, это тоже я. Грэди. Тот самый. Я мое. Это программа защиты свидетелей. Просто супер. Не понимаю, почему мы сразу не стали сотрудничать со следствием против этих кабальных кредиторов. Теперь надо им ничего возвращать, и у нас новые прикольные имена. К слову, мне твое очень нравится. Ты знаешь, если задуматься, можно было бы ожидать, что нас перевезут в другой город. Дадут новую работу или типа того. Но все выглядит как раньше. За исключением наших имен. Хоть знаешь что? А, не знаю, что делают. Ладно. До завтра, Чарли. Теперь я Чарли. Окей. О, боже мой. О, боже мой. Как много унитазов упало. О, мистер Джонсон, кейв. О, это очень крипово. О, нет, они сейчас все петь будут. Хор унитазов, турелей. А это что за штука такая, крутящаяся, это энергия? Кейв, ты угораешь, да? О, боже мой. О, боже мой. Это не просто игра, сделанная, чтобы, видимо, продать эти стим-деки. Мне даже не знаю, как это выглядит, если честно. Не смотрел. Они реально дали какую-то историю, продолжение истории. То есть мы больше знаем теперь о Aperture Science и о том, что случилось с Кейвом. Я думал, он мертв давно. Он же Кэролин сделал из нее спойлер портала. Сделал спойлер порталу второй части. Так, все, все, музыка очень громкая. Он же сделал из нее Глэдос. Но я думал, сам он умер. Оказывается, он большая голова. Металлическая голова внутри глиняного корпуса. Опа, что это? Торт? 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 Ну и какой-то другой торт, не шоколадный. Это больше желейный торт был. Офигеть. Это полный идиотизм игра, но такой вкусный идиотизм. Это прям вот ребята из Valve нащупали, что такое мир портал. Вот он такой безумный, смешной и очень, знаете, черный. Чернуха полнейшая здесь. Прикрыта таким прекрасным слоем юмора. Это великолепно. Я обожаю, я обожаю такой юмор. Обожаю такой взгляд на мир. Такой сумасшедший, повернутый. Жалко богомолов, я так скажу. Ладно, друзья, не будем затягивать с прощалкой. Это было круто. Огромное спасибо всем, что смотрели. Надеюсь, что вам понравилось. Поставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте во все мои соцсети, которые будут в описании. Там же ссылка на мой второй канал с маленькими короткими видосами. Туда входит все, что не вошло в выпуске или просто какие-то интересные компиляции. В общем, заходите. Ссылки будут в описании. С вами был Юджин, друзья. И всем пять!